Девушки отдыхают Доброе. Начинается с аплодисментов. Ну что же, мы знаем, что этот фестиваль проходит уже не первый год в Ярославле. Что же нового? С годами как-то меняется этот фестиваль? Кто будет отвечать? На этот вопрос отвечу я. Давай. Ну на самом деле действительно меняется, потому что каждый год мы придумываем какие-то новые задачи, новые вопросы, новые идеи для хореографов, потому что хочется, чтобы этот был танцевальный именно фестиваль. А фестиваль это как-то некая жизнь, ну в нашем понимании сверху. Вот поэтому, собственно говоря, обязательно начинается все с телефонного звонка на двоих. Обязательно какой-нибудь один тур как минимум всегда меняется, всегда какая-то новая грань. Дальше мы получаем бурю негодования, потому что не хочется заниматься творчеством так вот насильно. Но по результату получается всегда интересно, потому что когда подводим итог после фестиваля, понимаем, что мы делаем это не зря. Какие стили танца будут представлены на фестиваль? На это ответит Дмитрий Варлама. Стили танца будет соответственно хип-хоп, хаос будет, лок, ну LA будет, будет все. А много ли участников, много ли команд приедет на этот фестиваль? Теперь я, да? Наконец-то. В этом году у нас 27 команд из разных регионов Центрального федерального округа, но это порядка 300 участников мы ждем. Вот, поэтому с каждым годом, естественно, количество участников увеличивается. В этом году пришлось сделать предварительный отбор. Может быть, мы кого-то обидели, сразу извиняемся за это. Но зато у ребят есть стимул для того, чтобы развиваться, для того, чтобы попасть в количество участников в следующем году. Каков возраст участников? Ограничен ли он как-то? От 14 до 30, но основная масса это где-то 20-22 года. А почему до 30? Что люди после 30 уже не могут идти к этим. После 30 по особой записи. Надо справку показать сначала, что тебе можно. О состоянии здоровья. Я просто так возмущена, потому что ему чуть за 30. Если вам немного за 30, есть надежда танцевать. Да, ладно. То есть какие-то фестивали для пенсионеров скурят? Я думаю, да. Просто это категория молодежи. Wild, wild, wild old men. Old school men. Скажите, что-то будет такого прям интересного-интересного на фестивале? Может быть, какие-то мастер-классы, какие-то знаменитости приедут? Мастер-классы будут, да, от ведущих хореографов Москвы, в том числе. Люди уважаемые, и в Ярославской среде тоже. Реша Арапов к нам приезжает, Антон Жуков. И я думаю, что ярославские танцоры знают этих людей и очень бы хотели попасть к ним на мастер-классы. И в этом году мы сделали, так скажем, такую фишку. Есть бесплатные мастер-классы, они нацелены на то, чтобы привлекать ребят, у которых, ну, нет, допустим, средств для того, чтобы посетить какие-то дорогостоящие мастер-классы. Поэтому мы хотим отработать на две категории. Для тех ребят, которые могут себе позволить, и для тех ребят, которые пока не могут себе позволить. А будет ли чем-то отличаться тем, кто платит? Нет. Тиль преподавания, безусловно, нет, вообще нет. То есть хореографы, которые дают классы здесь, это ярославские хореографы, в том числе и Дмитрий будет давать мастер-класс, Антон будет давать мастер-класс, Мария Михайлова из Яросданца будет давать мастер-класс. То есть эти ребята согласились, так скажем, поучаствовать в нашем благотворительном проекте в рамках фестиваля. Какие будут награды? Ну, победители, безусловно, они... Зачем ты сказал, Дени? Они получат кубок, невиди, он у нас не переходящий, то есть он остается в той команде, которая победила. И да, поскольку мы хотим стимулировать развитие хореографии, а для коллектива очень важны денежные средства на покупку костюмов, обуви, какой-то техники, то, безусловно, есть денежный приз. В старшей категории это 30 тысяч рублей, а в младшей это 20 тысяч рублей. Но это лучше, чем... Ничего, да? Лучше, чем чайник. Я сейчас вернулся с фестиваля в Калининграде, который проходит, участвует очень много команд, все получают диплом. И все. То есть грамотно? Все получают диплом, да. Почему-то сейчас такая тенденция у российских организаторов фестиваля, что самое главное, чтобы... Ну, все называют дети, не вами, даже если вам 30, вы все равно ребенок для фестиваля. Каждый ребенок получит диплом. Ну, вот, слава богу, вы догадались этого не делать, потому что суть не в бумаге. Суть действительно в том, что... Вот раньше, Дима не даст соврать, с первого поколения, когда мы ездили еще с театром, извините за рекламу, сколько-то. Вот магнитофон привезешь, маленький, это намного нужнее, чем, ну, просто бумага. Бумага, понятно, что как бы она нужна, чтобы она была написана, чтобы ты на стену пройтись. Но какой-то, когда придаток есть, финансовый, либо какой-то предметный, который очень полезен для коллектива, это всегда здорово. А как вы считаете, сейчас для современного танца подъем наступает или наоборот некий застой? Я вам так скажу, может быть, это будет сейчас обидно слышать нашим хореографам, вообще танцорам. Мы отстаем лет на пять, поэтому всегда подъем. Ну, вот, реально, у нас не может быть ни спада, мы можем зависеть от каких-то финансово-экономических ситуаций в стране, но у нас всегда подъем, потому что нам всегда чего-то хочется, нам всегда чего-то мало. Мы всегда друг к другу придираемся, ну, в хорошем смысле слова. Ну, и при этом количество людей, которые занимаются хореографией, сейчас, безусловно, растет, очень популярно, да. Очень много. А если в процентном соотношении мальчики-девочки? Девчонок больше. 80 на 20. Больше девочек, да? Ну, это, поверьте, опять-таки, я как путешественник могу сказать, что это по всей стране. Это все фестивали, они все, к сожалению, страдают такой тенденцией. А почему страдают? Ну, страдают, потому что пацаны выиграют, даже не умеют танцевать. Друзья, с вами можно разговаривать бесконечно, спасибо вам за интересный... Нет, мы еще кое-что не сказали. Говорите. Мы хотим сказать, что после этого фестиваля будет день 29 апреля, это международный день танца ЮНЕСКО. Мы приглашаем всех. Мы очень приглашаем всех, да, потому что будут все ведущие команды города показывать большой концерт. Такой некий маленький отчет для всех, кто думает, как мы развиваемся, что мы делаем, вот, и зачем нам это нужно. Ну, мы тогда от всей души поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем вам творческих успехов, и от нашего генерального спонсора Чай и Дольче Вито вам в подарок. Спасибо большое. Вот я говорю, важно, чтобы был придарок. И чай. Чайный придаток. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»